В течение нескольких недель во Франции стояла 40-градусная жара. Высокие температуры заставляют потеть и французские ядерные реакторы. Пятая часть из них может продолжать подавать ток в сеть лишь по специальному разрешению. Операторам ядерных реакторов фактически разрешено сбрасывать нагревшуюся воду из охладительной системы в такие реки, как Гарона, только если температура воды в них не превышает определенного максимума для защиты флоры и фауны. Сейчас власти временно приостановили действия этого правила, в том числе и для атомной электростанции «Гольфеш», находящейся за моей спиной. Цель – гарантировать энергоснабжение во Франции. Но защитники окружающей среды возмущены тем, что речная вода, которой и так не хватает из-за жары, и используется для охлаждения атомной электростанции. Это еще больше повышает температуру воды и наносит вред как природе, так и людям. Это катастрофа для растений и рыб. В результате они погибают, что оказывает влияние на всю пищевую цепочку. Например, если микроводорослей больше нет, мелкие рыбы, которые сами обычно являются пищей для более крупных рыб, погибают. В более теплой воде размножается больше бактерий. Приходится очищать ее с помощью большого количества химикатов, которые затем попадают в питьевую воду. Но поскольку более половины французских реакторов временно остановлены на техобслуживании, Франция остро нуждается в оставшихся реакторах. Энергетическая компания EDF, отклонившая нашу просьбу об интервью, называет ситуацию чрезвычайной. Тем не менее, даже нынешние сложности не ставят под вопрос будущее атомной энергетики Франции. Страна национализирует EDF и планирует строительство новых АЭС. По мнению этого эксперта в области энергетики, полагаться лишь на ядерную энергию – далеко не лучшая идея. Строить новые атомные электростанции сейчас нельзя. Технологии еще не вышли на должный уровень. В то же время стоимость возобновляемых источников энергии резко сократилась за последние несколько лет. И, кроме того, связанные с ними технологиями продвинулись уже достаточно далеко. Так что можно было бы уже сейчас начать реализовывать такие проекты по всей стране. Соседние страны пристально следят за происходящим, ведь Франция является крупнейшим в Европе экспортером электроэнергии, особенно в летний период. Хотя в этом году страна будет больше импортировать энергию, чем экспортировать.